Всех приветствую на своем канале. Очередное видео по заказу трудящихся, то бишь мне поступил в комментариях запрос на обзор моего города Углича, где я обитаю и на данный момент, где происходит съемка. Видео должно было быть где-то минут на 40. Я не знаю, получится ли у меня именно на такое время, но я сделала несколько таких видеозарисовочек разных по разным частям города. Прогуляла, специально поснимала, где-то говорила на камеру вместе с видео, где-то просто снимала видео. Плюс нашла несколько кадров, ну можно сказать не кадров, а маленьких таких видеозарисовок, которые я делала раньше. Про запас на что-нибудь когда-нибудь пригодящееся. Там в общем в видео будет вид зимнего леса Углического. Тот, который граничит с железнодорожным вокзалом. Раньше у нас можно было на позе съездить, допустим, напрямую до Москвы или до Питера. Теперь только до Калязина. И когда же это уже все возобновится, никому неизвестно. Потом у нас в принципе есть, как в любых городах, школы, детсады и всякие типа музыкальные или художественные школы. Куча православных храмов. Три монастыря. Два женских, Алексеевский и Богоявленский. Один мужской, Воскресенский. Потом несколько христианских конфессий. То бишь православие еще пара товарищей, объединений. Не буду уж называть это все-таки сектами, потому что, допустим, в той же Белоруссии это вполне называется официальными вероисповеданиями. Так, что там у нас еще? Ну, довольно красивый город. В принципе, летом у нас где-то даже с мая, с 1 мая, наверное, по последний день октября или посередину октября у нас поток туристов. Есть такая туртропа. Набережная у меня в видео присутствует. И вот, в принципе, раньше на набережной, на туртропе и в центре, в Кремле постоянно были ларечки такие. Там сидели так называемые торгаши, а туристы проходили и что-то выбирали, покупали. Потом это частично урезалось, частично зона восстанавливалась. К нам приходят теплоходы. Соответственно, поток туристов идет круглогодично, но все-таки больше их, мне кажется, летом. И летом я сама стараюсь, если бываю в городе, стараюсь не ходить по туртропе, потому что тебя стабильно принимают за туриста, пытаются тебе что-то впентюрить. В шутки ради можно, конечно, приколоться на каком-нибудь языке и ответить, но немножко это напрягает. Город довольно красивый и, в принципе, можно сказать, что есть город, как сам по себе архитектурное строение, а есть город и люди. То бишь город в плане как населения. И население, конечно, я не знаю, возможно, меня тут угличане вдруг случайно будут смотреть, потом негодовать. Я все-таки считаю, что у нас население города в плане людей, ну, не очень хорошее. Допустим, вот вы приедете в какую-нибудь Европу, как я была в Таллине, и мне все говорили, о, Таллинн, Эстония, там, все такое, плохое отношение к русским. Вот, если вы хотите понять вот это отношение к русским, то вот в угличе очень много людей, которые составляют плохое впечатление в плане России. Ну, в общем, мне не очень нравится наш контингент углический. Хотя сам город, я считаю, я его люблю, у меня там пара стихов даже каких-то посвящено ему было. Один какой-то писала специально по заявкам трудящихся в угличе поле, во втором номере журнала печатали. А какой-то просто вообще так от себя, так сказать, шла, родила, написала, прочитала. В общем, город у нас довольно красивый, если кому-то захочется, можете приезжать. Довольно много гостиниц разного формата от супер-супер дорогих. Допустим, гостиница Москва, которая у меня будет присутствовать в видео, это белое здание с такими крышечками. Вообще, моя преподавательница, моя первая учительница, когда писала курсовую по этой гостинице, сказала, что в народе у нас ее называют лошадиной челюстью. Но я не знала, вот узнала от нее. Моя преподавательница вот очень тащилась от нашей гостиницы Москва. В общем, ну, там можно будет увидеть набережную, где-то в видео, я не знаю, слышно там будет или не очень. Я отзываюсь о том, как у нас эту набережную делали и куда-то деньги ушли, потому что набережная немножко в плачевном состоянии. У нас есть сыр-завод, у нас есть, в принципе, Головинский завод молочной продукции, который, мне кажется, насколько мне известно, даже на я рекомендую, там были отзывы про углическое молоко. У нас молоко есть угличе поле и молоко из углича. Две, как бы, разные под марки, можно сказать, под виды этого молока. Одна довольно дорогая, другая вполне можно за 50-5 рублей купить литр 3,2% жирности и молоко из углича. Довольно вкусная, качественная продукция. Потом у нас там есть часовой завод, про него будет тоже маленькая нарезочка в видео. Он, в принципе, все еще действующий, хотя, конечно, уже не настолько, как было раньше. Ну и что еще у нас там? Вообще много, в принципе, всего интересного. Довольно красивые места, есть сейчас сектор. Где-то деревянные дома сжигают, либо старые, не совсем деревянные, разрушают, строят новые, так называемые, скворечники. Ну, мы в народе, так называемые, сглаза. Ну и что? Я не знаю, выполнила ли я то, что от меня хотели. Но вот после моего видео, говорящего вступления, будет подборка видеозарисовок минут на 27, где-то так. Ну, в общем, если вам это интересно, можете оставаться со мной и продолжить смотреть это видео. И желаю вам приятного просмотра. Ну и, соответственно, в конце там никакого моего бла-бла-бла не будет, поэтому спасибо за просмотр. Счастливо. Который дал начало нашему району Механке. Там у меня работал дедушка. И был каким-то, кажется, главным металлургом и еще кем-то. Тут остановка. Естественно, живешь в России. Чего еще ожидать? Ну, и это должна была быть стоянка машинная. Отлично бывший часовой завод. Но местами часовой, местами уже не завод. Где производятся часы, которые вкладываются иногда в подарок от Ифраше. Так и написано. Сделано в России, то бишь в Угличе. У меня такие были, я их подарила Женьке. Китайская стена. Вообще район часового завода. Китайская стена. Китайская стена. Часового завода района, а так, который типа Ашан. Вот какая прелесть. Часовская библиотека. Теперь здесь находится частично детская. Отлично новый жилой район. Когда построили, я даже не заметила. И недостроенная часть ДК. Бывший магазин 1000 мелочей. Там церковь увидела. Очередной новый дом. Если туда дальше пройти, в ту сторону, то будет магазин Акинала японской кухни и ресторан, где мы с Машей иногда бываем. Корона. Ну, так, это неизвестный дом. Эккуратный дом. Эккуратный дом. А дальше идет неприличное слово. А здесь когда-то были фонтоны. 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 Ну и снова кусочек дыка. Дом дружбы. Вон же дом художника. А здесь когда-то были фонтоны. А здесь когда-то были фонтоны. Вон там мост через речку. Вонючку. Выражаясь культурным языком. Вонючка. 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 Да, город сверх дофига угрохал денег. Не знаю, куда их кто отмывал, но вот это вот набережная такая, офигительная. Ломайте ноги, называются люди. Я тут решила прогуляться специально для вас, чтобы заснять обзор. А по ходу дела придется возвращаться туда, откуда пришла. Это называется культура нашего города Углича. Зачем за собой захватить, забирать свой мусор? Лучше мусор оставить здесь, к тому же это бутылка из-под пива. Вдруг какой бомж подберет. Такой у нас культурный город, знаете ли. Там, видать, уже что-то горит. Продолжение следует... Сейчас она без понятия, что это за дом. Хотите домик купить? Митин, она вышла за Митина, чуть ли не как целка, блядь. Там Митин хороший мужик вроде есть. И про него даже написано. А я думаю, что я могу сказать, что мой муж не знаю, хуже, да. Отнакомиться с Шеремейского, я-то знаю. Все, и все. Все, это, ну... Митин. Митин. Субтитры делал DimaTorzok Это наш Кремль! Сейчас я сниму углический снег! Церковь, куда я только что снесла шмотки! В общем, это бывший район второй школы! Это бывший жилой дом! А вон там красное здание, это наша ментовка! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Сейчас уже более-менее примялись, стало более-менее прилично ходить. Но на каблуках все равно неудобно. Даже в кроссовках, которых я сейчас, все равно чувствуются камни, будто ты идешь пасеком. Там где-то в глубине сибирских руд находится мой дом. Это самый конец улицы Волжская, самая длинная улица в городе. Хотя домов на ней намного меньше, чем на Луночапской. Железная дорога. Если туда пойдешь, в цветочный попадешь. Если туда пойдешь, на Лугу упрешься, на пляж. Заводские дома. Ну и ближайшие огороды. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok